С этой стороны вопрос. Если мы говорим, что у нас просто есть ведро, то мы из него черпаем. Ну, именно о биологии. Да, о биологии. Значит, такой сад можно отстроить за год-два. И уже полная декоративность, она 5 с плюсом лет. А вот эти яблоньки, они разве начнут подносить буквально через год, наверное, несколько лет? Нет, цветочные почки, вот мы сегодня подрезали, цветочные почки есть уже сейчас. То есть в этом году уже будут яблочки. Более того, мы обрезали веточки, вот даже тут есть веточка, вот, тут был плодик, видите, в прошлом году. То есть это специальный сорт для быстрого такого. А еще какие-то цветочки, вот скажите, пожалуйста, что в первую голову должно быть именно в библейском саду, который называется также Эдемом? Ну, Эдем это уже не библейский сад, а райский сад. Да, мы об этом говорим. В райском саду должно быть обязательно вот та же самая яблоня, да, древо жизни. Вот, ну, это может быть любое плодоносящее дерево. Вот, но так как мы находимся в России, то яблоня для нас это как бы, ну, как основа плодового сада. Поэтому мы говорим о ней однозначно. Значит, это обязательно какие-то очень красивые цветы, соответственно, это розы, гвоздики, пионы. То есть, вот, опять-таки, то, что есть в наших палисадях. То есть это не надо далеко убегать на юг, в сторону Иерусалима. Ну, понятно, да. Такое, да, то, что, естественно, райский сад. Да, райский сад – это сад красоты, соответственно, это все то, что красиво. А библейский сад чем отличается от райского? Библейский сад, он по мотивам Библии. Библии же не только рай. Соответственно, там очень много всяких сценариев, очень много всяких сюжетов и историй, как говорят. Все, что тебе нужно, ты можешь найти в Библии. А вот вы перечислили, какие сады будут, но не упомянули. Ведь здесь вот жители, как мы узнали только что, что и название села происходит от финских слов. И много еще такого смешанного населения здесь осталось, которое финское. Вот что-то на эту тему будет здесь? Вы знаете, я думаю, что именно поэтому здесь и не было православного храма, потому что тут вокруг везде население все-таки… Протестанты. Да, которое, в общем, как бы не православное. Вот, поэтому исторически так сложилось, что здесь их нет. Но здесь все-таки сад нельзя считать, что он религиозный, он нерелигиозный, понимаете? Это больше светское что-то, да, которое… Имеет отношение к вере, а вера у каждого своя. Не случайно здесь возникнет еще три сада, которые принадлежат вообще не христианству. В другом конфессии, да, да, да. Поэтому я думаю, что этот сад будет абсолютно дружественным ко всем, кто здесь проживает и проживает здесь исторически. Нет, я вам просто уверена, вы знаете, просто уверена. Ну что же, успехов вам, спасибо. Спасибо вам, спасибо.